А на календаре А на календаре полезной консультации «Психологическая пятница» Во всяком случае, так мы ее сегодня называем Говорить будем о внутренних установках О том, как они влияют на нашу жизнь И всегда ли это влияние идет на пользу Приветствуем в студии психолога Алексея Гущина Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Ну, по сути, вся наша жизнь Это же одна большая установка Одно большое убеждение, сотканное из многих малых Какой знак мы можем поставить Вот у этих слов Установка убеждения Всегда ли это со знаком плюс Или, я имею в виду, по влиянию на нашу жизнь Или со знаком минус Или здесь все гораздо глубже Надо разбираться, они бывают разные Ну, они бывают разные Они бывают с плюсом, с минусом Они бывают ограничивающие Или, наоборот, раскрывающие Вот, поэтому Может быть так то, что Они складываются в единую какую-то картину мира Которая, из которой очень сложно выйти Это называется уже сценарий жизни Нет, вот у меня вопрос Всегда ли плохо иметь этот сценарий жизни? Смотря какой он А у всех людей есть установки? Что? У всех людей есть установки? Конечно Ну, то есть А люди их осознают? Смотрите, есть осознаваемые установки Которые, как бы, ты понимаешь То, что, да, вот мир такой Даже там не установки, скорее, убеждения Да, вот Мир Там, правильные, неправильные Люди обманывают или не обманывают Люди честные или нечестные И уже с этим убеждением мы идем И понимаем то, что Да, я осознаю то, что Вокруг там, не знаю, все меня обманывают Поэтому я там, не знаю, никому не даю в долг Потому что меня не вернут К примеру Вот бывает такое убеждение, да А есть установки, которые Какие-то более глубокие Которые идут там От родителей Идут от бабушек От прабабушек Которые, к примеру, относительно Финансов распространены У нас там В принципе в России Когда Деньги это опасно Деньги это зло Много денег просто так не заработаешь Только там, не знаю, воровством И еще чем-нибудь И это вызывает зачастую у людей Вот вы сейчас два термина употребляли Установки и убеждения Чем они отличаются? Потому что это все-таки два разных термина Да Установки это то, что Вы получили от кого-то То есть И зачастую они больше не осознавают Убеждения Это скорее уже относится к тому Что вы сами Пришли к этому решению И они уже зачастую Через некоторое время уходят Бессознательно Вы об этом не думаете Но уже на автомате действуете То есть С какими установками Вы чаще всего Встречаетесь у людей Которые приходят к вам Как психологу Как психологу У меня Такие несколько основных моментов Первое Мужчины изменяют Такая вот Приходится Это установка или убеждение? А там зачастую Получается так Что сначала идет установка А потом появляется убеждение Потому что установка Привык к тому Что я стимулирую мужчин К примеру К этому Или нахожу мужчин Которые будут мне изменять После этого Это появляется Мне уже изменили У меня появляется убеждение Да, мужчины То есть уже подтверждение Вот этой установки Убеждения После этого Так вот достаточно Так ну по сути Это же и есть истина И есть правда Почему нужно отказываться От этого убеждения Ну если вы говорите В данной ситуации И была установка И она подтвердилась Убеждением Тогда почему Не нужно разрушать? Потому что Сама эта ситуация Связана с тем Ну скажем так То что человек Я нашел себе партнера Который мне будет изменять Это с одной стороны Конечно Мне не повезло С другой стороны Я сам его выбрал А в третьей Я еще могу Простимулировать К этому действию То есть допустим Если мы берем Семейную систему Если вдруг Произошла там измена Там оба молодцы Никогда не бывает Только один вот такой вот Зайчик ему изменили А второй вот такой Вредный В данном случае Эта установка деструктивная Скажем так Конечно Она будет приводить к тому То что вы будете Заставлять этого человека К примеру это делать Вы будете его не знаю Ревновать активнее То есть подталкивать К этому Конечно И через какой-то момент Он скажет Так слушать Мне уже столько Со мной ревновало Мне уже пора Пора оправдать Твои убеждения Уже грешным быть Тем грешным Слыть Я напомню Наш телефон 635 85 72 Адрес нашей Электронной почты Это польза Собака Топоспб.тв Звоните Присоединяйтесь К нашему Увлекательному разговору Так Мы выяснили Что все мужчины Изменяют Обратный вектор Существует Среди установок Вот Относительно Мужчины Ко мне реже приходят Поэтому я не могу Сказать Что там А приходят Извините Женщины Которые говорят Все мужчины Настолько нежные Приятные создания Вот с такой установкой И обжигаются Они приходят с другими Они говорят К примеру Сложности с деньгами И тогда Встает вопрос Установок финансовых Которые Допустим У нас из поколения В поколение Зачастую передается Там История раскулаченных История Советского периода Когда много денег Иметь просто было опасно И вот тогда Уже идет зачастую Вот эта установка То что много денег Нельзя Ну вот про эти установки Которые можно отнести К области Такого коллективного Бессознательного Мы обязательно сейчас поговорим После телефонного звонка Алло Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Меня зовут Дмитрий Очень приятно Спасибо за такую Интересную программу Я ваш постоянный зритель Спасибо за внимание Дмитрий Как можно дать себе установку Скажем отказаться От вредных привычек Допустим Вот такой бич Нашего времени Это курение Это возможно сделать? Спасибо большое Дмитрий За ваш вопрос Но вот вредная привычка Относится к категории Установок Нет Вредные привычки Относятся к категории Вредных привычек Да То есть это уже Форма Зависимого поведения Немножко другой Это уже такая Биолого-химическо-физического Свойства Да Это психофизиология Плюс биология Плюс психология Конечно тоже Там надо смотреть на то Что вы получаете В счет этого курения Что оно Какие потребности Закрывает Чаще всего Да То есть там Есть какие-то потребности Которые не удовлетворены И через данную привычку Мы пытаемся Их каким-то образом получить То есть когда Надо смотреть изначально Как начали И что сейчас Сублимация своего рода Ну где-то сублимация Да Вот я все-таки хочу вернуться К тому о чем Мы сказали до принятия звонка Коллективное и бессознательное Те установки Которые Может быть с молоком матери К нам Входят В наше И поведение В наш мозг Ну мы конечно знаем Случаи коллективных заблуждений Такое бывает Но тем не менее Часто все-таки Коллективное и бессознательное Это такая квинтэссенция Мудрости житейской То есть она Веками выработалась И игнорировать ее Ну наверное По меньшей мере глупо Или все-таки Нужно игнорировать Есть смысл К чему-то прислушиваться К тому Что будет позволять Теперь вам развиваться Да То есть Если какая-то Установка любеждения Говорит о том То что Надо развиваться И учиться Это прекрасная установка Да То есть Там Учение свет Да К примеру А если Установка любеждения Ограничивают Ваши возможности Оно всегда со знаком минус Получается А если оно действительно Правдиво Ну Понятие правдивости Очень такое Размыто Да То есть Если в какой-то В какой-то период Времени Исторически Да Очень важно было Носить с собой меч То сейчас Его необязательно С собой носить Да Если раньше Действительно Большое количество Суммы денег У тебя Допустим Наличие валюты Да Означало то Что как бы Тебя могут посадить То сейчас Этого нет Да Но на тот Мире был Очень жуткий Страх Связанный с этим И это уже Перешло В ограничивающие Установки У некоторых людей Большое количество Накоплений Тоже гарантировало Тебе В высоком Проценте То что с тобой Что-нибудь Случится Ну То есть Это опасно Жить для жизни Да Сейчас Накопления Тебе В принципе Не опасают Ничего С твоей жизнью Не произойдет Даже Будет Хорошо Вот Поэтому Установки Когда они ограничивают Ну как бы Есть просто эпохи разные Где Вот Был такой-то контекст А в другой эпохе Такой-то контекст Допустим Алексей У меня установка Которой Вот мы сейчас В сущности И говорили Что Много денег Это плохо Я думала Носить меч с собой Ну слава богу Чему она ведет Для меня Поэтому я Мало зарабатываю Она может вести К тому Что вы будете Мало зарабатывать Она может вести К тому Что как только У вас копится Какая-то сумма У вас обязательно Что-то происходит Куда их надо Быстро потратить То есть Не накапливается Тут есть аспект Навыка заработка А есть аспект Навыка накопления То есть Кто-то зарабатывает Достаточно много Но накопить Вообще никак не может Находится в потоке И все время Там на уровне долгов Все равно находится К примеру Такое тоже бывает Зато живет На широкой Да Конечно Но о том Что все в кредит Вспоминать не надо Хорошо 635-85-72 Здравствуйте 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 Слушаем вас Меня зовут Оксана И я вот подумала Что нам народная мудрость Все портит Вот смотрите Какие поговорки Есть деньги На дороге не валяются И там Типа тяжелым трудом Нужно на хлеб зарабатывать А вот можно Как-нибудь Перевернуть Все эти истории И какую-нибудь Установку сделать Наоборот Чтобы наоборот Много денег Зарабатывали Наверное Это каждый должен Делать сам Но есть еще Такое высказывание Деньги нужны Чтобы о них не думать Как перевернуть Вот эти вот Представления Которые В пословицах В поговорках Вообще Вот как-то Незримо присутствуют В нашей жизни Ну Есть два подхода Либо ты с этим Делаешь сам Либо ты идешь К специалистам Специалисту Это зачастую Более глубокая Проработка идет Самостоятельно Есть банальные Там техники Прописания аффирмации К примеру Аффирмация Это некие утверждения Да Это некая Мыслеформа Новая установка Которую Вы себе можете поставить Допустим Деньги Ко мне приходят легко Можно захотеть Такую установку иметь То есть Вы предлагаете Просто это писать На бумаге Ну ее Там есть разные методы Написания Идеальный вариант Где хорошо заходит Где-то просто Много-много пишут В идеале То что я по крайней мере Даю людям Самостоятельная работа Это Пишем Сначала пишем Установку Там Мне Деньги Ко мне приходят легко Потом я пишу В обратную сторону С последней буквы К первой О Там Л Не так-то это и просто Потом я беру Левую руку И левой рукой Начинаю точно так же Писать Деньги ко мне приходят легко И потом в обратную сторону А как это работает Механизм Хорошо Хорошо да Вот мы записали много раз Разными руками Ногами Это я пишу Это три недели пишемся Так И Так как происходит Нестандартное Нестандартные действия У вас активизируются И правое Левое Полушарие В этот момент То есть идет Активизация обоих Полушарий И в этот момент Установки заходят лучше Потому что в принципе Все установки Они приходят Чаще всего Либо монотонно Вот вам в головах Запиливают Либо они в состоянии Какого-то эмоционального Яркого эмоционального состояния В этот момент В ситуации стресса К примеру Активизируется Правое и левое полушария И в этот момент Все установки хорошо заходят Вот Потом идет успокоение И в этот момент Они фиксируются То есть точно так же Когда мы начинаем работать И правым и левым полушариям Одновременно Мы по сути Как бы Их вставляем Так хорошо Плюс это делается В течение 21 дня То есть это Такой минимум Для формирования привычки Вот Три недели И после этого В принципе Установки могут заходить хорошо Но если там Есть какая-то Большая глубина Кроме того Что мне мысль Кто-то эту подарил Вот Если там есть Какая-то травма Если там есть Ну какая-то Серьезная причина Которая была связана Ну с моим Каким-то там Травмирующим опытом То скорее всего Они могут В конфликт входить То есть лучше все-таки Со специалистом Прорабатывать Давайте Ненадолго Отвлечемся от денег И вернемся К другим установкам Есть установки Которые связаны С нашим Физическим состоянием Со здоровьем Есть Да Как их менять тогда Да Если это Такие обстоятельства Непреодолимой силы Тут просто Про писанием Ничего не изменить Например Ну сначала Наверное К доктору сходить То есть я за то Что психология Это здорово Но нельзя Все отдавать На психологию Сходить К врачу Действительно И посмотреть Что у тебя происходит Если у тебя там Все нормально А вдруг организм Все равно Заставляет Выдавать То тогда Надо смотреть Из-за чего То есть там Скорее мы смотрим Не на установки А на какую-то Вторичную выгоду Почему я решил Заболеть То есть Что мне дает А это решаем мы сами Зачастую в детстве Очень принимаю Ну там К примеру Если Мама с папой Много на работе Я получаю внимание Только если Допустим Я заболел Тогда мама Остается дома Я в окружен Любовью И все Я вместо садика У меня температура Подскочила К примеру Или что-то еще Происходит Зачастую Там получение Любви Вызывает Более серьезные Заболевания Там Недополучение Таких вещей Поэтому это Скорее на смотрит На вторичную выгоду Зачем Зачем мне болеть Что я от этого получаю Это очень интересная Мысль и идея А что делать Если действительно Родители заметили И поняли Что вот это прям Череда болезней Которая ведет К тому что ребенок Не ходит в садик И очевидно Что наверное Действительно То что вы сейчас сказали В данном случае Работать Что делать В таком случае Ну вот как ребенку Пытаться дать Внимание И любовь В другое время Ну часто бывает так Что родители Сначала на работе Потом приходят дома И как бы Им тоже не до детей Надо просто брать И с детьми Проводить какое-то время На самом деле У каждого ребенка Есть какое-то количество Времени Которое Если их заобнимать Это время Потом говорят Все папа Мама отстаньте От меня Мне больше не надо То есть надо прийти Буду ходить в садик Болеть не буду Вообще В течение следующего года Ну да Можно залюбить Можно уйти в другую Крайность Крайность конечно не надо Но значит надо давать Больше внимания В то время Когда ты дома Ну и когда-то Все равно Есть возможность Остаться Дома бывает Можно иногда пропустить Я хочу напомнить Я хочу напомнить Наш телефон 635-85-72 И адрес нашей электронной почты Польза собака Топоспб.тв Успеете дозвониться Или написать нам Для того Чтобы задать Все интересующие вас вопросы А говорим мы сегодня О наших внутренних установках И о том Как они влияют На нашу Внешнюю жизнь Да Вот с установками Убеждениями Не действует ли Такая избитая Известная формула Свято место Пусто не бывает Мы одни из себя Убрали установки Убеждения А пришли на них На их место Новые установки Убеждения Которые возможно Не лучшим образом Повлияют на нашу жизнь Мы же не знаем Что именно Эта установка Даст нам дальше А вдруг Мы здесь жить не сможем Гармонично Если мы Гипотетически предположим То что Наше сознание Имеет какой-то Определенный объем И оно Все заполнено Чем-то То конечно Убрав что-то Туда должно что-то войти На самом деле Так как вот этой границы нет Да вот этого объема Ограничивающего Поэтому сколько надо Установок Столько и зайдет Сколько мы уберем Сделаем себя свободным Значит будем более свободны Суть установки в том Что тебе Вам не надо думать Да то есть Это вот Механистическое отношение Механистическое действие Да то есть Если в моем понимании К примеру Ситуация опасна Ну потому что У меня есть такая установка Я не буду ее даже Реально оценить Не знаю Я увидел собаку Все мне страшно К примеру То есть Я понимаю то что там Мир опасен Я везде ищу эту опасность Я везде найду Если же у меня нет Этой установки Я скорее буду идти Видеть так Вот там реально Пешеная собака Это опасно А там все нормально А там той-терьер А там той-терьер И это не опасно Бревитый Вот Ну конечно Если только он не будет Совсем за ногу тебя хватать То там можно даже Да Интересно все это получается На самом деле Все-таки Вот я сейчас На промежуточный Такой итог подвожу Все-таки получается Что установки Это что-то такое Что заставляет нас Не думать И все-таки Получается Это нас в любом случае Делает наше поведение Неким стереотипным И ограничивает нас То есть все-таки Мы можем какой-то Хоть небольшой знак минуса Но поставить Если эта установка Именно мешает нам думать Ну в общем да То есть Установка она Не то что мешает нам думать Она позволяет нам Экономить энергию Вообще в принципе Человек Существо ленивое Оно максимально стремится К уменьшению Количества расходов энергии Поэтому он приходит Находит какие-то Варианты мышления Какие-то варианты Каким образом ему думать Для того чтобы Просто не тратить Время и силы Если я буду думать Всегда над любым поведением Как поднимать руку Как поднимать ногу Это же тоже стереотипно По большому счету Это уже механическое действие Которое я себя Приучил действовать Если я буду думать Это будет занимать Очень много сил И времени Поэтому установки Могут быть Они могут быть Ну Они могут помогать Вам развиваться Расти И в принципе Себя вот в это направление Направить было бы неплохо Помимо наших внутренних установок Есть и внешние Объективные обстоятельства Как это коррелируется? Если Оно входит в конфликт То скорее всего То есть если допустим На улице безопасно А у меня есть установка Что улица опасна То для меня Эта улица будет опасна И я буду нервничать И переживать Поэтому тогда Вроде как нормальная ситуация А для меня Это будет какой-то шок Это будет сложно Если мы берем обратно Я считаю То что мир безопасен Я выхожу на улице Опасность Я могу эту опасность Либо не замечать Тогда Есть шанс Что ничего не случится Если что-то случится То значит Со мной Ну так и так Могло что-то произойти Ну есть разумная осторожность Еще Конечно Ну здесь же не говорится О том то Что мы бездумно Вообще думаем Все равно Живем все равно Есть глава Которой вы пользуетесь Которая действует И в которой не только Установки убеждения Мы с помощью ее Едим Например Туда Пишет нам наш Телезритель Аркадий Здравствуйте У моего лучшего друга Бывают негативные установки Временами он считает Себя самым ничтожным Самым ненужным В эти моменты Он начинает льстить Всем вокруг На работе Друзьям Видимо Боится быть уволенным Или растерять друзей Как повлиять на него И стоит ли Вот такая установка Человек себя принижает Человек себя принижает То есть у нас Заниженная самооценка Отношение к себе Не очень Очень распространенная Кстати тема Да Да Как с ней Работать с такой темой С ней начинать Если самостоятельно Мы работаем То начинаем Искать что-то в себе Для начала хорошее Чем-то себя поддержать То есть мы находим Какие-то ресурсы в себе Хорошо работает Там упражнение Зеркалом Когда мы смотрим Перед зеркалом И начинаем признаваться С себе в любви Сначала не очень приятно Смотришь и думаешь Как я каким-то Кто этот человек Становится нарциссом Становится Очень глупо Ощущение глупости Я занимаюсь Каким-то неправильным делом В какой-то момент Если пройти Все эти чувства В какой-то момент Появляется наоборот Расслабление Ну вот То есть этот аспект Да Потом мы ищем Какие-то подтверждения Позитивные Того что Как ко мне Относятся другие И есть скорее всего Ряд людей Которые Относятся хорошо Мы находим Какие-то свои действия То есть на самом деле Вот когда мы работаем Без специалистов Мы просто И создаем себе Набор Поддерживающих Ресурсов Которые говорят Я сделал вот это Я сделал вот это Я вот сделал В принципе я молодец Такие подпорочки Себе Подпорочки Подпорочки Да Потому что Проработка Самой Вот этой Заниженной самооценки Это все-таки Работа С некими Ранними Воспоминаниями Или какими-то Более поздними Травмирующими Самостоятельный Анализ Он очень сложен Потому что люди Зачастую Занимаясь Вот этим самоанализом Уходят в такие дебри Что потом на самом деле Специалисту Раскапываются Ну как это Сам пошел к врачу Сам себя полечил Перед этим Думаю Так Это от таблеток Которые ты выпил Или это симптоматика Твоей болезни Понятно Как это работает А вот как помочь Аркадий говорит О своем друге Вот друга как поддержать Другу Похвалить его Можно похвалить Можно время от времени Давать какой-то комплимент Можно Показать ему Что О слушай А вот эту вот ситуацию Ты когда делала Как у тебя получилось Можно Повысить его В его глазах То есть Спросить у него совета Пройти к нему Посоветоваться А можно вот эти комплименты Сделать перевертышами То есть вот Друг говорит Что-то Да Вот коллегам Или друзьям Какие-то комплименты Или даже может быть Немного лезть А сказать Да ты сам такой же Ты сам не хуже делаешь Вот что-то такое Работает Можно попробовать Ты сам такой Говорят В других ситуациях Можно попробовать А вот мы Меняем установки И ломаем убеждения Которые нас сковывают Сегодня мы это делали В течение полезной консультации Спасибо вам огромное Алексей Гущин Психоаналитик и психолог Был у нас в студии Алексей Встретимся снова Да Нам нужно продолжить Эти разговоры Продолжим Ну а мы Марьяна Диакова Михаил Спичко Поздравляем вас С наступающим днем рождения Нашего любимого города Прощаемся Желаем вам Замечательных выходных Всего хорошего До свидания